Добрый вечер друзья с вами на связи Денис Борисов и сегодня решил поотвещать на ваши вопросы в ночи спасибо спасибо что вы уделили время для просмотра этой вечерней трансляции нашли так сказать отжалели самое ценное в своей жизни да да я тоже ради спасибо те кто тарабанит своими пальчиками по мониторчику дэнчик очень любит лайки а еще больше дэнчик любит когда делится трансляциями так что спасибо ребят то делитесь трансляцией скучал кто скучал я тоже скучал все скучали йота спасибо я смотрю всех прорвало анастасия спасибо что делитесь трансляцией спасибо ребят привет минскую сургуту привет боя по поводу миронова с гостюниным я думаю что гостюнин поступает абсолютно правильно потому что в рамках той концепции которую он выбрал ему нужны какие-то мощные информационные поводы для продвижения обычно все вот эти вот срачи драки может быть вы среди блогеров иногда видели такие примеры они очень хорошо человека популяризируют то есть они вокруг него создают движуху поэтому ну с точки зрения гостюнина это абсолютно правильная политика чем больше будет поводов для сплетен для разговоров тем больше него шанс заработать свой мульон а я все-таки надеюсь что он заработает мульон потому что если он свой мульон не заработает ну тогда блин все зря тогда было очень много траты непонятно ради чего андрей спасибо что поделился каждый день могу но не хочу очень много работы ребят я сейчас работаю на нашей конференции fit for life она перестает быть блогом и дай бог уже через неделю полторы она станет полноценной конференции для общения для других блогеров и сейчас все силы на это млм имеет место быть вообще если так откровенно мое мнение такое млм в этом нет ничего плохого это плохой стало у нас после развала советского союза потому что у нас появилось очень много низкокачественных продуктов которые продавались помощью сетевых схем нас помню вспомните греба лайф тот же самый да ты хочешь похудеть спроси меня как вот и когда эти дебилы ходили по офисам и на офисах приходилось вывешивать таблички типа то сети по сетевому марки кто предложит греба лайфти по штраф там 50 долларов но что не всех уже задрочили в кореньцу понятно что сформировалось очень негативное представление не только о продукте но в целом а самой вот это вот навязчивая схеме да вот но на западе такого негатива как у нас нет по отношению к этой схеме то есть это одна из схем реализации продукта одна из схем то есть когда формируется к определенная структура когда человек советует каким-то своим друзьям знакомым они на этом зарабатывать что-то на этом получают они других приводит то есть на западе такого негатива к млн нет как у нас 200000 вложить свое образование в зал сейчас начал ходить примерно четыре иногда пять раз четыре среднем гостю не натурал или нет но ребята с ним не знаком настолько близко нефтегазовый бизнес возможно войти в любой бизнес вопрос сколько нужно для этого пожертвовать как эктоморфы сделать нормальное тело без стероидов вопрос очень сложный ну как бы так как дэнчик сейчас тренируются абсолютно натуральным плюс я еще держу диету начал держать я вижу что набирается очень сложно и вопрос набора вообще не стоит вопрос стоит просто сохранение каких-то элементарных физических кондиций хелси гризли спасибо что поделился диета низкоуглеводная то есть углеводов очень мало я позволяю себе такой небольшой читмил где-то раз в неделю но в целом мы сейчас питаемся весьма правильно много белка почти нет углеводов и так как я без фармакологии причем без фармакологии уже очень-очень давно то я вижу что сложно отдавая все силы есть шанс не добиться конечно это знаешь как этот парадокс выжившего называется то есть это очень хорошо описано в теории черного лебедя но смысл какой мы обсуждаем вот чемпионов победители таких как арнольд шварценеггер он очень сильно трудился он очень много всего дел и он достиг своего результата типа вот смотрите этот пример мы знаем про чемпионов но мы не знаем про десятки тысяч других людей которые трудились не меньше напрягались не меньше кололись не меньше но ничего не достигли называется парадокс выжившего то есть если там десять кораблей во время шторма затонуло один выжил потому что он там молился богу это не значит что там остальные 10 кораблей на них люди не молились они молились но они утонули и мы можем оценивать ситуацию только вот по вот этому человеку потому что мы о нем знаем поэтому друзья как бы все не было сказочно к сожалению действительно можно очень много вкладывать сил времени и не достигнуть вес сегодня взвесился вес очень упал значительно сейчас где-то вес 92 с половиной это то что сегодня весы показывали при том что у меня на протяжении последних нескольких месяцев у меня вес был 97 вот так вот 98 ну много жира много жира вы знаете когда ты тренируешься мало без стероидов и еще ешь не очень чисто у тебя начинает происходить такое определенное замещение то есть мышечной ткани становится все меньше жировой ткани начинает становиться все больше поэтому в общем то то что я вот сбросил вот эти пять килограмм я очень рад хотя многие сейчас забавно так наблюдать говорят а дэнчик помолодел типа дэнчик на вечном курсе ух красавчик то есть постоянно пытаются найти как как какой-то способ подколоть меня да как-то унизить там показать что я вот такой вот это не мои достижения это вот он на стероидах но парадокс заключается в том что сейчас то я действительно начал тренироваться и сейчас я стал выглядеть гораздо лучше чем я выглядел допустим там два месяца назад а люди говорят его подрыщавил фу-фу-фу таким стать мне сейчас квартиру не стоит продавать потому что сейчас цены обвалились на недвижимость меня сейчас тренировка по времени длится порядка 40 45 минут лучше всего бегать зависит от цели если ты бегаешь для жиросжигания то лучше всего бегать утром натощак в медленном темпе долго где-то ну где-то сейчас вот так вот реальные продукты белковой пищи но это продукты животного происхождения это конечно же курица белое мясо скажем так красное мясо это рыба я люблю белую рыбу а я люблю красную рыбу типа лосося ну и конечно же яйца вот основной перечень продуктов которые рекомендуем если вы живете в условиях большого города то возможно даже красная рыба будет более безопасна для вас чем допустим куриная грудка потому что всю птицу в основном ее пичкают гормонами всякими веществами рыбу пичкают меньше или почти не пичкают то есть в этом плане рыба она в общем-то будет получше чем мясо на руки на ноги ну слушай мне такой вид тренинга не особо нравится потому что я не совсем понимаю что таким тренингом мы будем развивать да конечно мы будем разбивать параллельную работоспособность в рамках одной нагрузки но я не совсем все представляю такие жизненные ситуации где это может быть востребовано с точки зрения бодибилдинга лучше всего держать кровь где-то вот в каком-то одном сегменте это будет способствовать росту мышц лучше когда мы кровь гоняем в разные сегменты более того когда эти сегменты находятся очень далеко так как вот руки от ног находятся очень далеко то ну честно говоря я не вижу в этом особо смысла с точки зрения бодибилдинга сейчас между подходами имеет смысл отдыхать в той ситуации когда ты тренируешься весь день то есть если ты в течение дня там делаешь 12 подходов тяжелых или даже может быть это три сеты какие-нибудь могут быть или супер сеты то в таком в таком случае длительный отдых он тебе поможет он будет давать тебе возможность полностью устранять продукты метаболизма закисление будет полностью убирать из твоих мышц это очень хорошо для роста за 45 минут я успеваю потренировать ну у меня сейчас какой сплит у меня спина задние дельты грудь передние дельты руки и ноги вот такой сплит сейчас у меня потравили по асфальту с точки зрения если допустим ты тренировался занимался каким-нибудь детеноборством да то я тебе сказал что лучше бегать по траве то есть это будет добавлять тебе определенную взрывучесть такой на будет ты будешь пружины тебе приходится больше отталкиваться начале и так далее если же тебе никаких таких специальных навыков не нужно то по асфальту вполне после смерти после смерти нас кушают червяки про карабах да там вечно ребят там вечно воюет дом 2 кал будет этот сюжет будет я думаю там где-то может быть даже через месяц будет но есть планах этот сюжет медленный мышечный волокна да имеет смысл на курсе тренировать в твери не был двухчасовые сюжеты пока не снимаю ларин против хованского потому что все мы обезьяны да все мы животные нам нравится смотреть какие-то конфликтные ситуации как люди там борются за статус как у него снижают друг друга особенно если это люди известные нравится на этом наблюдать со стороны это прикольно нам вообще больше нравятся три вещи и до доминирование секс и когда вот эти все истории про ларина и хованского возникают это классическая ситуация за доминирование то есть один говорил ты говно второму говорю нет ты говно и вот в конце концов они начали вот встретились и начали там попускать друг друга аж интересно то как стало кто жизнь давно больше кто же победит но мы обезьяны приматы нам всем это нравится как справляться с депрессией есть очень много механизмов справления с депрессией самый самый важный самый основной принцип который вот открыли ученые вот за последние сто лет было много различных экспериментов мысленные точек но самый главный принцип психологии для борьбы со стрессом нужно что-то контролировать нужно что-то делать то есть те мыши которым давали что-то грызть они меньше чувствовали боль чем те мыши которые ничего грызть не давали тебе нужно что-то делать к чему-то стремится что-то контролировать в своей жизни когда это происходит то уровень стресса снижается В английский время еще не пришло Для английского Так же как для моего тела Чтобы показывать Когда платный материал Для платного материала тоже время не пришло Вы много хотите Хотите мне денег дать Не надо Денчику денег Денчик так может потрындеть Без всяких MLM пирамид и прочего 2.0 Шредер хороший парень Возможно Хотя мне Донателло больше нравился Ну как сказать Отпуск Не отпуск Я работаю много Просто я немножко перенаправил свои силы и свои ресурсы Я сейчас больше работаю над конференцией И я больше работаю над новым форматом Который будет существовать на YouTube На Instagram и так далее Мне нужно очень много подготовительной работы сделать Я ее сейчас делаю Поэтому у меня на данный момент нет возможности Снимать двухчасовые выпуски Но я думаю Если не к двухчасовым То к часовым я вернусь выпуском И будет это скорее всего где-то через месяц Цель 2.0 Трансформации Мой друг Трансформации Цель в саморазвитии В чем же еще может быть цель Когда нету цель Она должна быть бесконечна Потому что если цель будет какая-то достижимая Ты достигнешь И снова у тебя будет депрессия А саморазвитие Самосовершенствование Оно никогда не может остановиться Потому что в каждом сидит обезьяна И каждый хочет ее подавить Денчер От синтола умереть можно Да, от синтола можно умереть очень легко Если жирные кислоты попадут в кровоток И образуют себе тромб в сердце В такой случае можно умереть Поэтому с синтолом, ребята, очень осторожно Желательно, чтобы это вообще ставил доктор Ну, то есть Эта штука может быть опасна Каких целей не достигал? Ну, миллиардером не становился Понимаешь? Многих целей я не достигал Верни большие ответы на вопросы, плиз Ты имеешь в виду Одним большим куском на два часа? Ты знаешь Я не уверен, что это хорошее дело Потому что я с точки зрения математики Я такой товарищ прагматичный Я смотрю, что после того, как я стал сюжеты разбивать И делать каждый отдельный сюжет На 5-10 минут Количество просмотров Количество лайков Количество подписок Все очень значительно увеличилось Очень значительно чуть ли не в два раза Поэтому та стратегия, которая была раньше Она, очевидно, для меня не совсем выгодная Да и, в общем-то, для зрителей, походу, она не выгодная Потому что большинство лайками и просмотрами Они голосуют за новую стратегию Ну, после синтола Бывает температура повышается Это не страшно Более того, бывает и после стероидов температура Ну, легкие воспалительные реакции начинаются И народное тело И обычно это за сутки-двое проходит Бизнес-молодость Прикольные ребята Мне они нравятся Тем, что они захватили достаточно большую Половину рынка сожрал вообще всего российского Бизнес-молодость Ну, не знаю, там процентов 10-15 Может быть его сожрали Но они интересные Они прикольные И Есть масса людей, которые довольны теми результатами Которые они получили от сотрудничества с ними Тело хочешь мое посмотреть? Комиссарского тела захотели? Нет, тело не буду показывать Считай меня своим наставником Считай Самозащиты в подростковом возрасте Или качаться в сале Да на самом деле И то, и другое Имеют свои преимущества Это зависит, наверное, от того, где ты живешь Но, знаешь, вот На всю жизнь, мне кажется Навыки тренировки в тренажерном зале Навыки управления своим телом Они гораздо более приоритетны, чем мордоболь Почему? Потому что морду бить Ты будешь за свою жизнь очень редко И тебе будут морду бить очень редко А вот навыки ухаживания И слежения за своим телом Они тебе понадобятся на протяжении всей своей жизни Потому что я вот как-то не хожу В различные тренажерные залы Конечно, там Очень все мрачно То есть люди, которые с детства Не получили соответствующий навык Ухаживать за своим телом Следить за своим здоровьем Правильно питаться Для них это потом проблема Вот для нас, допустим, с Анютой Это не проблема Мы вообще не понимаем Когда человек не может похудеть Для нас это очень легко Просто берешь Ешь меньше углеводов И все Это наш режим питания И мы достигаем нужного результата А у людей это целая проблема Почему? Потому что они в детстве Не получили соответствующий навык Поэтому нам для жизни Гораздо комфортнее и лучше, чем им А мордобой Дело такое, понимаешь Десятое Может тебе это и не понадобится Свежие новости по сайту Да, есть Все готово Последние правки я сегодня отправил Ну не сегодня Позавчера, по-моему Я отправил программисту В среду, скорее всего, он будет завершен После этого мы начнем Я сегодня Робот Текст Т Написал Ну ты вообще уже все завершающие вещи записал Поэтому Скорее всего В начале следующей недели Будем пробовать Переносить на хостинг Дело в том Что сайта будет готов В среду И можно было бы уже переносить Но мы на Ближайшие выходные Мы поедем в Минск На соревнования По бодибилдингу с Аней Вот И Ну соответственно Мы там Пятница, суббота, воскресенье Будем заняты Только В понедельник Я вернусь в компу Ну и где-то Вот я думаю На следующей неделе Многое зависит еще От программиста моего Ну вот будем стараться Делать перенос Ну я думаю Вас приколит Это все дело Там Там конечно Пришлось потрудиться Несколько месяцев Но будет интересно Главная цель на этот год У меня было несколько целей Главная цель была Английский Главная цель была Семья Ну в общем-то Все с этим планом Нормально Была еще одна цель На которую Я решил Запрыгнуть После того Как завершил Основные Это научиться Скорочтению Но я пока еще Основные Не завершил Поэтому Амирана Начинал читать Книги Читается Достаточно Легко До конца Не прочитал Но в целом Было интересно Рыбу Рыбу почему меньше Пичкать Потому что Технически Это сложнее Потому что Когда У тебя Куры Ты их можешь Очень легко Брать и колоть А когда у тебя Рыба В озере Колоть ее Сложнее Чаще всего Рыбу На морских промыслах Вылавливают Она в естественной Среде А если Мы говорим Про курицу Или других Животных Они растут На фермах И соответственно Их там можно Пичкать Чем угодно Телегания Очень Противоречивая Вещь Кто-то Говорит Да Кто-то Говорит Нет С научной Точкой Зрения Доказательств Нет То есть Связи Нет Калории Считаются Из всего Но Знаешь На мой Взгляд Очень сильно Циклиться На калориях Не совсем Правильно Циклиться Нужно На определенном Объеме Пищи И на определенном Качестве Пищи И относительно Вот этого Качества И количества Ты должен Подбирать То что тебе Больше подходит То есть Если вот Ты сел На диету Да Я примерно Представляю Что у меня На диете К примеру 2000 калорий Но мне Эта информация Мне от нее Не холодно Не жарко Мне достаточно Примерно Представлять Сколько там У меня Курицы вареные Сколько у меня Яиц Риса И так далее А потом Просто каждую Неделю Я делаю Коррекцию Либо уменьшаю Либо увеличиваю Мне знание Сколько Где там Калорий На самом деле До фонаря Поэтому Это не очень Важная информация Считать Считать Или не считать Калорий Из белка Вот подумай Технически Зачем тебе Эта информация Семинар Из Борисова Мы не выкладывали Он у нас Там С ошибками Записался Пару раз Камера Выключалась И так далее Самый плохой Поступок Ну я как-то В детстве Ворота воровал Монсон Или Токтаров Кто выиграет Хо-хо Токтаров Я вообще Первый Слышал Вообще Интересно Интересная Заруба Токтаров Чувак Конечно Эпичный Ну Токтаров Поэпичнее Чем Монсон Будет Хотя Конечно Монсон Мне больше Нравится Потому что Потому что БЖЖ рулит Бодибилдинг Плюс БЖЖ Это есть Монсон В общем-то То есть Я буду В этой схватке Даже не знаю Токтара вроде бы наш Монсон Вроде бы тоже свой Я пью чай Какие навыки Нужно развивать Чтобы стать Баблорубом Предприимчивость И умение Брать ответственность На себя У нас будет Целый форум На конференцию Называется Баблоруб Вот там Масса Масса Полезной Информации Это отчет Неделя Бодибилдинга Неделя Лифтинга Теоретически Можно Но Практически Информации На этот Чет Очень мало Какую Сейчас Читаю Книгу Сейчас Читаю Книгу Про одного Чувака Скажем так Перечитываю Про одного Чувака Из Австралии Который Оказался В Бомбее В Бомбее И занимался Всякими Нехорошими Штуками Что брил Или нет Тело Тело Конечно же Брил Более того Я сейчас Периодически Брею Тело То есть Когда у меня Там Очень сильно Допустим Зарастает Живот Или ноги Там Мне Некомфортно Грудь Допустим Я не брею Руки Допустим Не брею А в тех местах Где мне удобно Я брею Я люблю Черный Чай Я люблю Классические Сорта Какие-нибудь С цитрусовыми И так далее Чтобы отрастить Бороду Нужно перестать Брить Стоит ли брить Член Брил Конечно Пуэрчик Шантарин У меня нет Ребенка Ребят Как дать себе Пинка Вопрос Мотивации Очень важный Тебе нужно На самом деле Просто иметь Фантазию Чтобы понять Что ты хочешь Если ты не понимаешь Что ты хочешь То мало что Поможет Гостюнин Миронов Ой не знаю Ребят Кто победит Я бы поставил На Гостюнина Такой прикольный Чувак Ребенок Ну у нас У нас нет В планах Вот что Мы сейчас Делаем Ребенка Небрачный Сын Может быть Где-то и есть Но я не знаю Сними футболку Ребят Я в свое время Уже наснимался Футболок За деньги Это было так давно Вы хотите Чтобы я сейчас Это делал Бесплатно К Мэнс Физик Отношусь Очень хорошо Мне очень нравится Эта категория Она мне нравится Гораздо больше Чем Современный Бодибилдинг Особенно тяжелый Вот этот Химический С животами И так далее Мэнс Физик Они сейчас Все ближе И ближе К тем формам Которые Которые были Вот в бодибилдинге В золотую эру В пензии Не было Гиперплазия Нужна всем Если ты хочешь Большие мышцы Опасно ли в России Говорить о том Сколько ты зарабатываешь Нет Это зависит от того Какими способами Ты зарабатываешь Если ты зарабатываешь Легально У тебя есть фирма Ты платишь налоги Ты можешь говорить Нет никаких проблем За сегодня сделал Я за сегодня Договорился С нотариусом Написал Несколько Сценариев Для сюжетов Будущих А что У меня Тут есть ежедневник Я могу сказать Точно Что я сегодня сделал Сдал Квартальный отчет Связался с бухгалтером Написал Парочку Текстовых файлов Для сайта Проверил Сроки И проплаты По всем своим Хостингам Аккаунтам Платежам И так далее Доверенность Подготовил Ну короче Вот так вот Много У меня каждый день Много всего Фильм И книга Секрет Работает в том случае Если ты в это веришь И Шанкин Красит волосы Не знаю Ну Допустим Это так и что Ну нормально Есть масса людей Которые красят волосы Есть масса людей Которые ходят в париках Вам то какое дело И после Дэн Нужен ли Натуралу тренинг Медленный мышечный Нужен ли Памп Конечно 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 Если ты тренируешься По статодинамическому Практикому Если ты тренируешься Медленные мышечные волокна То тот режим В частичной амплитуде Который ты используешь Там автоматически У тебя будет Пампинг Гусев мне очень нравится Ну в плане телосложения Один из фаворитов Он очень сильно Вырос за последние Несколько лет Я помню те времена Когда он только начинал Вот И так еще Никто толком не знал Что за Гусев А сейчас Гусев Везде и всегда И действительно Хорошо выглядит Его внешность Она Достаточно близка К моей талонной То есть Мне нравится гораздо больше Как он выглядит Чем те ребята Которые выглядят Там вот На чемпионатах По бодибилдингу Мила Натан Юзал Гусев нравится Ты неправильно Мне понял Лукашенко Будет править До тех пор Пока не вырастет Колинка Потому что Потом будет Колинка У Арни Я не знаю Ребят Нет Про брачный договор Был сюжет Можешь поискать На ютюбе Конференция Сайт Мой блог Персональный Fit4Life.ru На нем Огромное количество Комментариев Накопилось Люди Я вот как-то зашел Полторы тысячи Которые нужно было Проверять Одобрять И так далее То есть Я смотрю Что есть Очень большая потребность У людей в общении И поэтому Я решил Переформатировать Сайт Я его Переделал Из персонального Блога В конференцию В конференцию Форум То есть На этом форуме Люди смогут Общаться На этом форуме Будет множество Интересных разделов И на этом форуме Будет Возможность Постить Свои блоги То есть Если у вас Будут Какие-то Интересные статьи Вы можете Эти статьи Размещать И самое интересное Из этих статей Будут попадать На первую страницу Под них Будет готовиться Графика Ну то есть Очень много Работы Будут делаться Как стать предприимчивым Поднять свою жопу И начать что-то делать Вопрос предприимчивости Это на самом деле Вопрос мотивации Когда человеку Что-то нужно Он становится Предприимчивым Посмотри Мои пожелания На новый год 2016 Там вот По поводу Предприимчивого человека И по поводу Мотивации То есть Самый предприимчивый человек Это тот Который Человек Который хочет Срать Любую преграду Ему пофигу То есть Должна возникнуть Потребность Если у тебя нет потребности То ты не будешь Предприимчивым Я ввел Очень многих атлетов На коммерческой основе Как онлайн Так оффлайн Сейчас Сейчас мне некогда У меня высшее Юридическое образование Всем бобра Туркменистан Страна рай Не знаю Я ни разу не был В Туркменистане Я не уверен Что это страна рай Так Ну я смотрю Какие доходы у меня Знаете Очень многие вещи Я традиционно Не озвучиваю Допустим Там вопросы По поводу моей семьи По поводу моей жены По поводу моих доходов По поводу того Как я живу На чем я езжу В чем я одеваюсь Я заметил Удивительную вещь Если ты показываешь Хоть какую-то Минимальную Свою успешность Если ты показываешь Какие-то Свои достижения То хорошие люди Достойные люди Они промолчат А вот это вот Большинство обезьян Которые начинают Исходить ядом Которые начинают Хиатерить И начинают просто Писать оскорбления Писать гадости К сожалению Все эти вещи Ну их читают Наши родители И поэтому Я стараюсь Просто вообще Не афишировать Многие вещи Своей личной жизни Не потому что Я этих ушлепков Там опасаюсь Как-то Или там Мне важно Что они там говорят Совершенно не важно Открывая ВКонтакт Там столько Этих сообщений Бывает От всяких Не совсем здоровых Людей Но Я не показываю Потому что Они не влияют На моих близких Людей То есть Мама может Посмотреть Там какой-то Ушлепок Начинает гадости Писать Там допустим Обо мне О моей жене О моей семье О моей машине Вообще Кто это такой Я понимаю Что маме Это будет Крайне неприятно Смотреть Поэтому я стараюсь Многие вещи Просто не афишировать Денчик читает Или сдулся Это рубрика Ребят То есть В этой рубрике Выходят сюжеты В тот момент Когда сюжеты готовы Но сейчас Сюжета готового нет Когда сюжет будет Денчик читает Я его выпущу Почему сдулся Это одно из направлений Блогинга Я уже много раз Топ-3 книг Озвучивал Самая лучшая книга Я чаще всего Люблю рекомендовать Книгу Пэша Дмитрия Хара Но таких книг На самом деле Много Трудно быть богом Мне очень нравится Книга Мужскую схему Мужскую схему Статодинамику Это отдельный вопрос Можешь этот вопрос Пообсуждать Когда запустится форум Сейчас очень долго Это будет обсуждать Семинар в Москве Я думаю Дойдем мы До семинара В Москве Почему пикап Это притворство А не преодоление Страха знакомств Ну потому что Кто тебе сказал Что Ты выдергиваешь Из контекста Какие-то моменты Пикап Те схемы Которые чаще всего Я встречал В интернете Это чаще всего Схемы Которые Искусственно Поднимают Твой статус То есть Схемы Поднимающие Искусственно Твой статус По отношению К женщине Для того Чтобы ее Получить Ради секса Принципиально Важное тут Слово Это искусственно То есть Не по-настоящему Поэтому мне Не особо нравится Пикап То есть Я не против Того Чтобы ты Женщине Показал Что ты Крутой перец Но чтобы Ты там Не рассказывал Сказки Не говорил Всякие гадости Не показывал Что тебе Похер на нее А покажи Что ты красавчик Покажи Что ты Супер достойный Покажи Что ты Действительно Востребованный То есть А в этом случае Тебе никакой Пикап Не понадобится Если ты Хорошо себя чувствуешь По жизни Если ты Состоялся То у тебя Там будет Очередь Женщин А вот Если ты Такой Говноед У которого Ничего интересного В жизни Не происходит Который Никому Не нужен Который Живет Там С мамой Работает Там Каким Нибудь Задротом Где-то Вот Для таких Пикап Эрские Техники Очень важны Потому что В реальности Они Какашки И никто Им не дает Про МММ Лайв канал Сделать Нет Я думаю Что того канала Который сейчас Существует Более чем Достаточно Хорошо Ребят Давайте На сегодня Заканчивать Мне еще Надо поработать Я с вами Полчаса Пообщался Постараюсь Послезавтра С вами Снова Выйти на связь Давайте Всем Хорошего Вечера